Станция Планерная Которые ходят по Москве А именно на троллейбусе Но троллейбус, как вы знаете, сейчас в Москве не ходит Его убрали примерно в 2019-2020 годах Сейчас же троллейбус ходит только в Химках Это так называемый Химкинский троллейбус Где ходят всего три маршрута Два из которых заходят в Москву И на одном из них мы сейчас с вами проедемся Сейчас мы с вами поднимаемся по эскалатору А точнее стоим в очереди к нему На станции Планерная Это самый первый вагон из центра Который ведет к транспортно-пересадочному узлу Планерная От которого отправляется многочисленное количество Подмосковных автобусов А также отсюда отправляются и московские автобусы В частности 817 автобус Который идет в аэропорт Шереметьево И если вы хотите добраться до аэропорта на автобусе То это один из вариантов Сейчас мы с вами стоим на эскалаторе Который достаточно короткий Потому что это станция мелкого заложения И она была построена в 1975 году Совместно с продлением Краснопресненского радиуса От станции Октябрьское поле Досюда до Планерной И вот мы с вами уже поднялись в вестибюль И здесь он достаточно маленький Но здесь есть одна эксклюзивная особенность Здесь есть ресторан KFC прямо в вестибюле И это, как по мне, достаточно интересно Мы с вами прошли через турникеты Которые раньше были достаточно интересными Они были самыми старыми в московском метрополитене Но сейчас они уже заменены на более новые И старая лампа вести этих турникетов пропала Вот мы с вами вышли на улицу И здесь вы видите огромный торговый центр Это и есть ТПУ Планерная Рядом там находятся автобусные остановки Но нам в этот ТПУ не надо Мы с вами сейчас повернем направо И пойдем вдоль вот этого дома Прямо до остановки детская поликлиника Где и начинается маршрут Троллейбуса 202 и 203 Мы с вами проедем на 202 троллейбусе Но до него еще нужно дойти А пока что поговорим про транспортно-пересадочный узел Он здесь существовал достаточно давно Но современное здание, которое вы сейчас можете видеть Появилось 15 февраля 2011 года И вот так оно выглядит Такое бело-голубое здание Рядом с которым находятся и автобусные остановки Часть из которых находится под ним А часть находится вот здесь вот На улице, так сказать И огромное количество заборов здесь И не очень удобно к этим остановкам подходить То есть для того, чтобы нам попасть к автобусным остановкам Вот, например, на автобус, который сейчас от нее отправляется Нам нужно с вами зайти в здание ТПУ Собственно говоря, пройти через все магазины Через огромную толпу, которая идет в эти самые магазины И пройти потом уже к посадочным платформам Но и это еще не весь прикол этого ТПУ Там есть вторая платформа, которая считается как бы островной То есть между ними еще и дороги есть И вот этот вот надземный переход Он идет со второго этажа этого торгового центра То есть для того, чтобы попасть на автобусы Которые отправляются от второй платформы, так сказать Нам нужно подняться на второй этаж торгового центра И пройти в этот надземный переход А также есть еще одна интересная особенность Которой сейчас уже нету Раньше там, прямо в здании торгового центра Существовали валидаторы и турникеты То есть для того, чтобы нам попасть в автобус Нам нужно было сначала приложить карту тройка Или же социальную карту Или же ваш проездной билет И зайти на посадочную платформу А дальше неизвестно, будет ли автобус или нет Потому что, конечно, сейчас у нас развитые технологии Отслеживания транспорта, но они и сейчас работают Не самым лучшим образом Есть сбои А тогда это было еще хуже И неизвестно, был ли автобус Может он вообще через полчаса придет И, возможно, даже хочется пойти, например, в какое-нибудь заведение И попить кофе, к примеру Но мы уже оплатили проезд А значит, мы вернуться в ТПУ не можем Вот такая вот необычная особенность А также вы видите сейчас вот этот вот тоннельчик Под зданием ТПУ Я даже здесь немножко притормозил, чтобы вам показать Слева по картинке, вот вы видите, выезжает автобус Там как раз-таки есть автобусная остановка А справа проезжают автомобили Здесь одностороннее движение А вот дальше, где поворачивают автобусы И проезжает наш троллейбус, на котором мы с вами чуть позже поедем Там идет движение в обратном направлении То есть здесь сделали немножко странно Что на самом деле, как мне кажется, не очень удобно И здесь также есть отстойно-разворотная площадка Где базируется огромное количество автобусов И даже ее в современное время не хватает И сделали рядом еще одну чуть-чуть побольше Ну а мы с вами отходим от транспортно-пересадочного узла И нам нужно пройти еще порядка 200 метров До остановки детская поликлиника Она является начальной, скажем так, для наших троллейбусных маршрутов И располагается возле детской поликлиники номер 94 Которая не так давно была отреконструирована И сейчас выглядит уже в современном московском дизайне Рядом проходит планерная улица За которой находится электродепо планерная Которая здесь функционирует также с 1975 года И обслуживает Таганско-Краснопресненскую линию И сейчас мы с вами уже почти подошли к остановке А значит самое время начать говорить о Химкинском троллейбусе Химкинский троллейбус Это пригородно-городская троллейбусная система Открыта в городе Химки 24 апреля 1997 года И управляется она МУП Химки Электротранс Или же просто ХЭТ Длина троллейбусной сети города Химки Составляет 18 километров На ней находятся три маршрута И они ходят, получается, это первый городской От улиц Дружбы до стадиона Родина И два междугородних, так сказать, до Москвы До станции метро Планерная И один, 202, получается, ходит от улицы Дружбы А 203 ходит от стадиона Родина Оба этих маршрута ходят до станции метро Планерная И на одном из них мы с вами сегодня проедем Небольшой участок по территории Москвы И чуть-чуть заедем в Химки А в частности мы проедем до микрорайона 2Б Химок Ну, а здесь я прервал немного запись Для того, чтобы достать банковскую карту Которую я оплачу проезд И чуть не упустил подъезд нашего троллейбуса К остановке Конечно, ему сначала немножко помешала маршрутка Но он в целом остановился на остановке В самом ее начале И я вот пошел вставать в очередь Здесь, к сожалению, до сих пор заход только через первую дверь И сейчас мы постоим в очереди Пока все люди оплачивали проезд Мы поедем на троллейбусе 0010 Это его бортовой номер А модель это ЗИУ 682Г Также помимо троллейбусов ЗИУ На Химкинском троллейбусе Эксплуатируются еще и троллейбусы БКМ-321 Троллза 5265 и ВМЗ-5298 Всего на маршрутах Химкинского троллейбуса Входят 45 троллейбусов И 5 из них с динамической подзарядкой Ну а сейчас я захожу и оплачиваю проезд Я оплатил проезд банковской карты И стоило мне это 45 рублей за всю поездку Позже мы поговорим более о других тарифах Которые здесь ходят Ну а в данный момент я прохожу в конец салона Для того, чтобы здесь было удобнее вам показывать К сожалению, троллейбус достаточно долго стоял на остановке Это было связано с тем, что каждый пассажир должен был оплатить проезд лично водителю У которого только у него есть терминал для приема банковских карт и вообще для оплаты проезда И вот сейчас мы отправились и вы видите, как троллейбус достаточно сильно дергается Это в целом особенность Химкинского троллейбуса Здесь лучше либо сидеть, либо крепко держаться за поручень Мне это на протяжении всей поездки не нравилось Сейчас мы с вами обгоним московский автобус номер 102 Который поворачивает направо на Алешкинский проезд И разгонимся до средней скорости троллейбуса И отправимся уже вдоль планерной улицы До следующей нашей остановки Сейчас я надеюсь, что вам будет очень хорошо слышно информатор Потому что здесь будет одна небольшая особенность в информаторе Которую я, конечно, подчеркну вам Но я думаю, что надеюсь, что вы ее услышите Сейчас мы с вами проезжаем главный вход в электродепо планерное Вот я вам его показал И подъезжаем к остановке, которая на Яндекс.Картах Именуется как метродепо планерное Но надеюсь, что сейчас будет слышно в информаторе Как ее объявляет Химкинский троллейбус А объявляет он ее примерно следующим образом Надеюсь, сейчас вы это услышите Надеюсь, вы услышали то, что он объявил остановку Улица Планерная, дом 26 Эта остановка так раньше называлась И примерно в 22-м году, по-моему, даже в конце этого года Ее переименовали в метродепо Планерное Но, как вы видите, Химкинскому троллейбусу Информатор переписывает либо лень Либо они просто решили не переименовывать эту остановку А мы с вами установились на светофоре Где улица Планерная соединяется с улицей Свободы Сейчас мы будем поворачивать налево Но для этого нужно постоять немножко на светофоре И подождать А пока мы стояли Автоинформатор в это время объявлял способы оплаты проезда Он нам говорил то, что можно оплатить наличными средствами Банковской картой, стрелкой И другими там всякими билетами Возможно, даже тройкой Но я не проверял И я это решил оставить на потом Потому что чуть позже я вам покажу конкретно прям табличку Где все это было видно А вот этот звук, который прямо сейчас произошел Это троллейбус начал свое движение Я не знаю, почему у троллейбусов ЗИУ такие странные звуки при трогании Как будто бы мы находимся в кабине какого-нибудь электровоза И машинист вручную переключает эту вот рукоятку Для того, чтобы перевести положение в ход 1, там ход 2, ход 3 Кстати, немножко похоже на рукоять контроллера ЕЖ-3 Я, кстати, видел это И примерно звук такой же Ну, а мы с вами тронулись И повернули на улицу Свободы По которой мы проедем оставшуюся часть маршрута Точнее, до пересечения к Самкадам И позже мы попадем на Молодежную улицу Фактически, это продолжение улицы Свободы Просто в городе Химки Улица Свободы в этом месте На самом деле проходит по незастроенной территории Здесь все в целом хорошо Справа у нас находится парк Продолжение парка Северная Тушина Ну, или же парк Бутаковский залив Можно его так называть Потому что официального названия вроде как у него даже нету А слева находится Алешкинский лес В котором проходит достаточно много тропинок Нас с вами обогнал автобус номер 268 Который является неплохой альтернативой Для того, чтобы добраться до ближайших, скажем так, химок На автобусе И я считаю то, что это намного комфортнее Чем ехать на вот этом даже троллейбусе Мы с вами остановились на очередном светофоре Который здесь успели впихнуть И после него будет остановка Бутаковский залив В котором также заходило достаточно большое количество людей Ну, по меркам этого троллейбуса И я здесь почему-то начал немножко паниковать Потому что я не понимал, как производится высадка из троллейбуса Потому что двери вот эти вот Вторую и третью двери Троллейбус вообще не открывал То есть открывалась только первая дверь для входа А для выхода я не понимал, как это будет происходить Но доехав до микрорайона 2Б Я в целом все разобрался И вот вы видите то, что пассажиры заходят И также они оплачивают проезд А в этот момент я решил вам показать табличку Со стоимостью проезда Вы можете поставить на паузу и изучить А я немножко вам расскажу, что я понял из этой таблицы По маршруту номер 1 стоимость проезда стоит 45 рублей И по маршруту номер 202-203 стоит также 45 рублей До остановки Бутаковский залив А далее 48 рублей Но несмотря на то, что я ехал от станции метропланерной до микрорайона 2Б С меня все равно списалось 45 рублей Как это работает, не совсем понимаю Как я понял, по карте стрелка или карте тройка Стоимость тарифа будет 44,97 по территории Химок И 47,83 по территории Москвы Но это тоже непонятно, как работает Параллельно я вам сейчас показываю салон Но вы можете смотреть и слушать меня А вот дальше я не совсем понял По единой транспортной карте стрелка Какой-то там другой тариф 22,49 Как это работает, не совсем понял И вот по банковской карте учащегося Тоже не совсем понял, что это такое Тоже 22,49 Поэтому многоуважаемые эксперты в комментариях Попрошу вас написать, что это такое И как это все должно работать А мы с вами между тем переезжаем Московскую кольцевую автодорогу По путепроводу И вы видите то, что мы с вами сейчас уже попадаем На территорию города Химки Здесь при подъезде к остановке микрорайон 2Б Химок Мы немножко постоим в пробке Но в принципе она здесь, как обычно, всегда стоит И даже несмотря на то, что нарисовали автобусную полосу Все все равно всем как бы пофигу И все едут как они хотят Вот мы с вами сейчас перегородили Фарду съезд Как бы он съезжал с Амкада А мы с вами продолжаем ехать И пытаемся выехать на ту самую автобусную полосу Сейчас я вам покажу то, что все эти троллейбусы Которые ходят в Химках, они высокопольные То есть для того, чтобы нам спуститься на остановку Нам придется преодолеть ступеньки Ну и мы с вами здесь будем достаточно сейчас стоять долго Примерно 2 минуты Поэтому я попытаюсь как-нибудь вам занять это время Вот мы с вами сейчас проезжаем Стеллу Химки С годом основания И кстати она достаточно красивая Одна из красивейших стелл для въезда в другие города Например в тех же Мытищах Это все не так хорошо выглядит Вот мы с вами проезжаем очередную улицу И сейчас я с вами немножко прогуляюсь еще по троллейбусу Для того, чтобы показать вам маршрутную схему Это произойдет чуть-чуть попозже А сейчас мы с вами продолжаем стоять в пробке И уже почти-почти подъезжаем к остановке микрорайон 2Б Но все никак И постоянно стоим в этой пробке Я не знаю, что с ней на самом деле можно сделать Чтобы троллейбусы в ней И автобусы в частности также не стояли Потому что даже московские автобусы Это 248-й, 248-й К, 212-й, 959-й Они здесь все стоят И всегда эта пробка здесь есть Вот я вам показываю еще раз салон троллейбуса И сейчас я прогуляюсь еще немножко до водителя Здесь потому что есть схема маршрутов Химкинского троллейбуса Вот вы можете на нее посмотреть И изучить, что это такое И как вообще это все выглядит Можете поставить на паузу И более подробно ознакомиться Ну а мы с вами Я еще раз покажу вам здесь также То, что можно оплатить проезды тройкой Но я решил не рисковать И оплатить банковской картой Потому что мне показалось это более удобно Ну а мы с вами уже выехали на автобусную полосу И подъезжаем к остановке Микрорайон 2Б Химок Следующая остановка у нас аптека Но нам туда уже не надо Поэтому мы сейчас с вами выйдем И отправим наш троллейбус Далее ехать по маршруту Ну а я с вами попрощаюсь Всем спасибо за просмотр этого видео Напишите в комментариях Понравилась ли вам поездка на троллейбусе в Химках Поставьте лайк этому видео Если оно вам понравилось Всем удачи и всем пока! Продолжение следует...